Приветствую любителей предметно-материальной истории и сегодня у нас в гостях известный очень человек, коллекционер фотографий, коллекционер информации о фотографах, в частности Екатерина Дара, Борис Николаевич Устинов. И я попросил его рассказать о том, как пользоваться старыми фотоаппаратами, так как он, наверное, один из немногих еще живых носителей знаний, как же все-таки осуществлялось это волшебство при помощи вот этой коробки. И хочу подчеркнуть, вот эта вот штука, это по сути флешка, она на несколько миллионов терабайт, но, к сожалению, только на один снимок или к счастью, потому что качество фотографии было несколько иное. Расскажите нам, как получилось вообще так, что придумали фотографию, думаю, всем это будет интересно с самого начала, поскольку я знаю, вы еще книги пишете на эти темы, вот недавно новая ваша книга вышла, я обязательно сделаю ссылочку на нее. Ну, она не в печати, это малый тираж. Значит, если начинать с истории, то первые снимки сделаны были Ньепсом, француз, который, ну это очень, по нынешним понятиям, очень примитивные были такие снимки, но они были первыми запечатленными, там выдержка была 8 часов или даже больше, да, 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 вот это известный снимок, где он из окна в своей студии, он снимал, и там по теням видно было, что солнце перемещалось от и до, от восхода до заката, вот такая была длительная выдержка. Вот, а потом, это уже в 1848 году, в 1849 году, когда была официально утверждена эта дата, была демонстрация в Парижской академии, на Французской академии наук, Дагерр. Ну, он, в общем-то, как бы сказать, не был изобретателем первоначально, он использовал и достижения Ньепса, но он занимался такими панорамами, демонстрацией в Рите своего рода было. И рекламная фотография этих лет, да? Нет, 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 у него там демонстрация была каких-то таких картин исторических со сменой фона и сменой... Ну, да, да, примитивно, но дело в том, что он менял за счет освещения, он менял декорацию, у него при одном освещении одна декорация была, свет менялся, высвечивалась на занавесе Марли, да, вот такая смена. Его интересовала, конечно, такая ускоренная смена этих вещей, поэтому он обратил внимание, что фотография дает возможность вот эти вот антураж вести, этот декорации быстрее менять. Да, это все у него утилитарно было, мы сегодня не были направлены на закрепление изображения в чистом виде, поскольку это бизнес у него интересовало. Тем не менее, вот он это дело продвинул, вот, и первые, почему они называются дагеротипы, потому что вот там занялась разработка этого дела, и вот эти дагеротипы где-то, да, они не меньше 10 лет, там 15 лет до смены следующего изобретения, до прихода следующего изобретения мокрой коллодионной съемки. Он, значит, этот дагеротип был в ходу, дагеротип это металлические пластинки с нанесенным на поверхность серебряным слоем, вот. Нет, 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 это... Такое же, но металлическое, да? Нет, 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 нет. Это металлическая пластинка, это мы смотрим, это матовая стелка, она прозрачная, да, совсем... Не отражает той физики, что была изобретена. Значит, там изображение было в одном экземпляре, зеркальным, зеркальным, вот, дорогим, потому что серебряный слой был, посеребрение было. Ну, посначала там серебряные пластинки, но это вообще жутко дорого, но потом научились это покрывать тонким слоем, медную пластинку, и уже... Ну, все равно, серебро есть серебро, вот, это дорого. И изображение было, значит, это в единственном экземпляре. Выдержки были настолько большими, что приходилось для портретируемых, а тогда шли поначалу, конечно же, это те, кто... Живописный портрет был дороже, все-таки, тем не менее. Вот, очень многие стремились для, там, потомства запечатлеть себя, и шли портретируемые, делали портреты одиночные, там, или семейные какие-то. Портрет — это крупный план, они делают, да? Ну, портрет они... да, портреты, это имеется в виду и поясной портрет, и полный рост, может быть, все равно это будет портрет. Вот, вот эта история про то, что опирались люди для того, чтобы... Вот, я к этому подвожу, что делали специальные зажимы для головы сзади, вот, они, конечно, не видны были, вот, и всячески фиксировались фигуры, да, потому что выдержки были длительные, ну, желательно было не моргать, но выдержки там не меньше 10 секунд были, 10-15 в зависимости от освещения. Вот, то есть, чувствительность материала была очень низкая. Потом следующий шаг, это уже в 50-х годах, в 1850-х годах на смену пришел мокрокалдионный процесс, вот, это уже появилось стекло, появилось на стекло, наносился светочувствительный слой, да, вот, выдержки сократились, они уже были не такие... То есть, надо, и самое главное, можно было тиражировать, потому что печать шла, контактная печать шла на бумагу, бумаги там тоже были примитивные, но этот процесс совершенствовался, и уже, уже это вот прогресс хотя бы в том, что можно было тиражировать стимок, поскольку он на стекле делался, вот, потом по мере развития там совершенствовались материалы и так далее. То есть, вот этим нанесенным слоем, извините, перебью, являлась негативом? Да, так и есть, да, позитив потом, да, прикладывалось на бумагу, так называемая контактная печать, а тогда только так было. Потом, да, появились и проекционные эти дела, но они по качеству уступали, поэтому очень долго фотографы, конечно, делали контактные отпечатки. Когда прикладывается к стеклу, фото бумаги плотно и просвечивается. Да, вот, да, и выставляется на улицу, потому что электричество, когда началось, да, вот, даже потом, когда пошло электричество, все равно. И потильное солнце выкладывалось? Любое солнце и без солнца, вот, выкладывалось, просто длительность экспозиции была другая, чем ярче, естественно, сокращались. Вот, потом шла проявка, промывка, фиксаж, вот, вот эти вот снимки, то, что кажется, что они желтые и вроде бы пожелтевшие от ремень, нет. Это использовались, так называемые, вираж, фиксаж, виражи, и самый дорогой был хлорное золото. Поэтому вот эти вот самые долговечные и прочные отпечатки были, когда изображение еще закреплялось и хлорным золотом. То есть он пожелтел не от времени, а от времени? Нет, это процесс, такой был процесс. Другой оттенок был, когда использовался, ну, это такой неприятный по запаху, потому что сернистый натрий использовался. Вот, это уже оттенок такой с корснинкой был, другой оттенок. Залечал такие? Менее благородный, так, ну, естественно, по сравнению с золотым, вот, этим вираж-фиксажем. Вот, вот эти снимки, они, то есть, вот, как сказать, черно-белый, как в нашем понятии, это гораздо позже были, всегда они использовали вираж-фиксажи. И вот это вот оттенки разные, то есть там и, если с соли железа, то это были голубые, с соли меди, вот, то это, соответственно, желтые оттенки были, вот, красноватые оттенки. Поэтому и старые снимки бывают редко, но встречаются с таким голубоватым оттенком. Вот это все, вот, разные способы обработки. Вот по поводу, мы здесь видим, камеры представлены одного, в общем-то, формата. А вперед это один и тот же? Нет, нет, это, это значит, мы здесь видим камеры, это уже позднее время, это будем говорить начало 20 века в основном. Вот, значит, камеры шли, деревянными делались, из драгоценных сортов дерева, красного дерева. Вот, в общем, это такое сооружение было очень красивое, естественно. Ну и дорогое, соответственно. И, соответственно, и дорогое. Сколько стоило камеры, примерно? Я не могу сказать. Сопоставить, естественно, стоимость чего-то. Ну, если форматные камеры 30 на 40, это огромные форматы 30 на 40, да, студийные, да. Потому что, так сказать, такую камеру, это, конечно, студийные. Вот, но не знаю, стоимость машины по нынешним временам, приличные машины, иномарки. Вот, но не ламборджини, нет, подешевле что-то. Я понял, примерно, по тем не менее, сотни тысяч, сотни рублей. Сотни рублей, нет, нет, не тысячи, конечно, нет. Да, 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 да. Сотни рублей, и фотографам могут стать далеко не каждый, потому что... Нет, они должны были нарабатывать, да. ...побить оборудование. Вот, в основном, конечно, пользовались уже и поменьше камеры, там, 13 на 18, 18 на 24 размеры. Ну, 13 на 18, это уже даже назывались дорожными камерами, то есть их брали в путешествие. Ну, это, ну, немножко побольше вот такой камеры, вот. А снимали все равно с рук или штативы? Нет, нет штативы. Обязательно. Потому что длительные выдержки со штативами, со штативами. Вот уже, вот такими камерами уже можно было снимать с рук. И то, и то, только если позволяли, соответственно, освещение было, должно быть довольно... Ну, чтобы хотя бы выдержка была в пределах, там, не больше секунды, даже меньше. Все-таки... Больше секунды, но она все равно не удерживается. Нет, да, там можно было, приемы были, конечно, какие-то расположения на ремешке, там, удержание камеры, все это. Ну, все равно это не приводило к хорошим результатам. Штатив, да, штативы. Ну, штативы тоже такие солидные сооружения, деревянные, с винтами, соответственно, поворотные головки тоже разрабатывались. То есть, там, если задуматься и посмотреть эти старые каталоги, то там настолько тщательно и скрупулезно продуман этот процесс, вплоть до того, что когда вот пластинки брали, проявлялись в ванночках, то там даже существовали такие напальчники с таким когтем, как бы, для того, чтобы поддевать пластинку в растворе. А ну, попробуй в воде ее пальцами взять. Даже до того доходило, что такая вот мелочь была продумана. Вот, кроме того, значит, для проявки пластинок, вот, ну, эти же изобретательность бесконечна, вот, значит, вот такие бачки были разработаны. Это для... Целая промышленность работала. Целая, это индустрия работала. Вот, и вот это сооружение для проявки, вот такая кассета, сюда вставлялись пластинки, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот, полдюжины, вот, вставлялось в темноте, вот. А весь остальной процесс, как и потом, мы знаем эти привычные, ну, для нас привычные сейчас уже, это отошел процесс, баки, бачки для проявки, там, узких пленок, широких, пластиковых, да, вот, и вот, потом все это... А здесь заливалось через горловину, да, все как обычно, вот, да, заливается покачиванием, да, болтается, обязательно нужно было... Вот, это дело трясти, вот, для равномерного перемещения проявителя, вот, и все это на свету, проявка, промывка, фиксаж, промывка, раскрыли, остальное уже раскрываешь на свету, все эти манипуляции делаешь, вот. Или же, естественно, в ванночках, в ванночках, вот, ну, красное освещение, вот такое, или приглушенное, но в основном красное освещение, это уже при печати использовалось, неактивный свет, вот. Теперь, значит, мы подходим, вот это камеры здесь собраны, как, да, к этому подходим, это уже камеры, конечно, довольно новые, в том смысле, что это конец 19 века, начало 20-го. Бурное развитие фотопромышленности перевело к созданию вот таких вот камер, вот это уже ручные камеры, вот, в сложном виде такой, аккуратненький, чемоданчик, вот. Вот, и вот это, с этими вещами уже фотографы, фотолюбители, особенно потому, что удешевление фотоаппаратуры привело к возрастанию интереса и возможности не только состоятельным людям приобретать эти камеры, а уже, так сказать, и более, менее зажиточные люди могли приобретать, ну, сравнительно дешевые, тоже это не так это все дешево, но, тем не менее, вот, армия фотолюбителей увеличивалась, вот, а профессионалы, тем не менее, все-таки они, они снимали в ателье, конечно. Я извиняюсь, перебью, ведь это же Европа все, а когда в Советском Союзе? Это фотокоры пошли, это уже 30-е годы, вот, малоформатная камера на узкую пленку, ФЭД, Феликс Эдунович Дзержинский, это уже середина 30-х годов, вот, Зорки позже, Зорки это слепок с немецкой камеры Лейка, которая там выпускалась в середине 20-х годов, сменные объективы, там тоже уже позволялись сменные объективы. То есть, до войны это уже все? Там, да, было, да, 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 и узкая пленка пошла, это уже разработки были все это. Вот, процесс мы продолжаем. Значит, здесь у нас наводка на резкость идет вот по матовому стеклу, вот, открывается такой карман, вот, здесь, чтобы наводить специально шторки, чтобы свет не бликовал, все идет. Вот, при открытом затворе, здесь открывается затвор, вот, и таким образом идет наводка на резкость по матовому стеклу, вот, если... Ну, по матовому стеклу изображение там практически не видно, очертание. Видно, видно, значит, поэтому вот и такие делались карманы, чтобы этот свет не очень мешал, потому что если просто так вот, без такого прикрытия цвета шторок этих, то, конечно, было очень тяжело. Поэтому мы видим, фотографы набрасывали темные тряпки, вот, потому что, конечно, навести... Чтобы настроить резкость. Да, потому что, если человек посмотрит сюда, он сразу же столкнется с тем, что изображение-то зеркальное. И верх ногами, да? Да, верх ногами, верх ногами, имеется в виду, что зеркальное вверх ногами. Ну, вот, как в учебнике для, там, средней школы, где демонстрация сейчас снята, потом лупа, и изображение вверх ногами идет, перевернуто. Вот, вот здесь к этому тоже нужно привыкать, потому что здесь оборачивающие системы, как в современных, и там, зеркальных камерах, этого нет. Значит, наводка на резкость идет либо по малотному стеклу, либо, вот, появились по метражу, вот, здесь вот шкала, вот, и можно было... Не отмерять. Можно было, да, все-таки не обязательно для ускоренности... Да, конечно, наиболее точная наводка на резкость это по малотному стеклу, вот, но, тем не менее, можно было пользоваться шкалой и наводить на резкость в каких-то пределах. Ну, все-таки, когда пейзажи снимали, то ошибиться. Эта ошибка, возможно, была при съемке, там, портрета, можно было... От сантиметра. Да, вот на расстоянии, там, полутора-двух метров, что минимальное это расстояние съемки все равно должно быть выдержано, там, не меньше метра двадцать, метр тридцать, в зависимости от объектива. Вот, потом, значит, это все, затвор закрывался, вот, устанавливалась диафрагма. Если были выдержки, они не всегда были выдержки фиксированные, а и от руки отбивались, такая вот, значит, тросик был специальный, вот, если раньше еще, может, у некоторых сохранились другие типы пневмозатворы, груша открывалась просто, открывалась груша и щелк-щелк, вот. А первоначально, вот эти большие камеры, ну, там вот, это видит в старых фильмах, видно, когда колпачок снимается, и вот это вот такое движение было, значит, и закрывали, раз, два, три, да. Ну, это, в кино мы так видим, на самом деле, там, выдержки достигали, понятно, там, пяти-десяти секунд. Там надо ссунуть крышку, можно было еще меньше. Можно было, да, и та самая чашку чая выпить, вот, это действительно были реально длительные затворы. Это у нас для съемки, вот такие вот рамки, вот, то есть, это где-то, где-то видоискатель, это своего рода видоискатель, да, 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 вот, здесь тоже это связано с видоискателем, да. Просто детально хочется у вас узнать, что это такое, как оно работает. Я так понимаю, это как перископ должно работать, зеркальце. Да, вот здесь вот идет изображение, мы ловим, значит, ну, тоже кадрировка своего рода, вот так, вот, и вот здесь призма как раз. Вот это мы видим, здесь нормальное мы видим изображение. Здесь там перевернули, а здесь, да, здесь нет. Это уровень. То есть, дополнительный дисплей, как сейчас говорят. Ну, да, 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 весьма условно. Дополнительный дисплей, на который можно посмотреть на нормальное отображение. Более-менее, ну, конечно, она такая дохненькая, лучше всего видно все-таки через матовое стекло, вот, через это, это, это картинка, здесь, это усеченное, все это, да, это, приблизительно. Это вот то же самое, ловить это изображение, когда у тебя метраж, и вот ты снимаешь оперативную такая репортажная съемка, когда тебе не надо заглядывать через матовое стекло, все это. Это все-таки дает возможность ускоренной съемки, ну, репортажной, так будем говорить, съемки. Вот. Значит, после того, как мы закрыли затвор, все, мы должны сменить вот это сооружение. Вот. Ну, вот, допустим. Все, вот, да, да. То есть, мы вытаскиваем. Мы, мы снимаем, да, мы снимаем эту, настроечную, матовое стекло, мы говорим, матовое стекло, вот, все взглянулось, вот, матовое стекло снимаем и одеваем. Можно при этом очень сильно зафиксировать, чтобы он никуда не сдался. Вообще-то оно должно быть на штативе, конечно, да. Вот. И здесь мы одеваем, одеваем кассету. А в кассету, конечно, предварительно должна быть вставлена пластина. Вот, пластина. В темноте, естественно, заезжается. Когда мы уже вставим пластину, мы уже ничего не настроим. Нет, все уже. Начинает работать вот этот дополнительный экран. Нет, нет, мы уже настроились. Это для оперативной репортажной съемки. Здесь мы все-таки манипулируем наводка, нарезка. Судра, чтобы можно показать. Да, здесь на штативе стоит. Вот. Мы нарезка навели по матовому стеклу, значит, вытащили матовое стекло, вставили кассету. Потом мы, когда выставили выдержку, диафрагму выставили, открываем. Не забыть, надо отодвинуть шторку здесь. На пластинке. Да, чтобы открыть доступ. Светок пластинке. Да, чтобы пластинка, пластинка. Вот, вот мы открыли. Много различных манипуляций нужно было выполнить фотографу, чтобы получить снимок. И сейчас что вы делаете? Старты, съемка пошла. Тысяча фотографий в секунду. Более того, выдержка, выдержка закрыли. Съемка закончилась. Сейчас есть режимы, когда вообще, вроде, камера за тебя думает. Я имею в виду выдержка все это, да? Вот там соотношение пары, выдержка, диафрагма, выдержка, уже алгоритмы, по которым... Да, это уже заранее установлено. И поэтому, да, фотограф, подготовленный фотограф, который понимает, что такое диафрагма, для чего она нужна, и выдержка. Вот, то есть, эти экспозиционные числа, пара выдержка, это, они взаимозависимы. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем, значит, более длительная выдержка должна быть. Вот, потому что количество света, которое попадает на пластинку, на чувствительный материал, вполне число постоянное. Вот, меняя один параметр, мы должны изменить и второй параметр. Где-то у было, где-то прибыло. Да, вот, это то, что раньше просчитывало все это дело, экспонометров, как таковых, не существует. Это потом уже начали таблички делать, все как-то облегчать, труд фотолюбителей и так далее. Ну, это постигается довольно быстро. Опыт, вот по себе скажу, что у меня, когда я начинал снимать с фотоаппаратом сменой, не было экспонометра. Испортив одну пленку, ты довольно быстро соображаешь, и какую диафрагму ставить, когда солнце есть, когда пасмурно, когда вечер, когда солнце светит. И вот эти вот соотношения, они в голове быстро оседают, и ты эти корректировки довольно быстро, ну, испортишь одну-две пленки. Начинаешь ценить свой труд. Да, и пленки, и материалы тоже, да. Особенно ошибаться нельзя. Это сейчас можно там щелкать, вроде как считается это бесконечное число. Ну, конечное, конечно, но, тем не менее, это не сравнить с пленкой. Не сравнить с пластинкой. Мы остановились на том, что мы вставили, вытащили. И как же все-таки кадр сделать? Давайте покажем уже. Значит, мы открыли, да. Светочувствительную пластинку мы открываем. Открыли, да, шторку открыли, да. Потом у нас, мы выставили все это дело, затвор взводится, или он заранее взведен. Вот, тут тросик, вот, потому что не стряслась, щелчок, все закрылось. Тут можно не торгать. Тут же закрываем шторку. Закрываем. Вот, меняем, поскольку здесь у нас одиночная кассета, мы ее вытаскиваем, вот, если сюжет не меняется, что-то там мы хотим повторить, сдублировать, мы вставляем еще одну пластинку, да. Если же, вот, были разные, так называемые, дупель-кассеты сдвоенные, если была такая кассета, вот она двусторонняя, так, перевернули, и вторая. Вот, все, понял, ставили, перевернули, да, это все-таки, это все-таки отдавало какую-то экономию места. Вот, это все 9 на 12 размеры, вот этих вот пластинок, это 9 на 12. Почему такой размер, стандарт, знаете? Нет, я не знаю, почему такое, из чего историю... Почему соотношение сторон именно такое? Я как-то не задумывался над этим делом, вот, и, значит, Стандарт такой был 6 на 9, 9 на 12, 13 на 18, 18 на 24, 24 на 30 и 30 на 40. 50 на 60 тоже, но это такие камеры совершенно уникальные. Вот, это когда очень такие фотографы, придворные фотографы, где нужно было снимать большие группы людей, огромные, да, там, 100-200 человек, да, ну, полк снимать еще. Вот, вот, печать-то шла контактом, вот, поэтому объективы сами по себе, по параметрам, они не такие высокие были, но за счет того, что печатали контактом, вот у нас такое впечатление, что там оптика великолепная, и все, на самом деле, весьма умеренных качеств было оптика. Примитивное качество печати, за счет контактной печати, за счет контактной печати, вот. Глубина резкости в этих старых, особенно 19-й объектив, была небольшая, вот, вот почему группы не выстраивались там по глубине кадра, а старались делать скамейки и так далее, с тем, чтобы первые ряды недалеко отстояли от последних. Поэтому они делали такие сооружения, когда группу людей, рядами восстанавливали, да, вот, они, чтобы не отходили по глубине кадра. Вот, да, вот, поэтому, значит, это не просто так они выстраиваются. Это из-за того, что оптика не позволяла. Оптика не позволяла, поэтому такие вот сооружения, и когда большие группы людей снимались, то шли на такие затраты, когда строили специальные сооружения, с тем, чтобы, там, человек 150, 200, их так вот расставить, рассадить на земле, потом первый ряд и так далее. Почетные, там, командиры или почетные гости, они, конечно, на стульях сидели, все это. А потом все это, вот, все эти размещались таким вот образом. Значит, после, это мы уже сейчас говорим о таких материалах, которые позволяли пластинку вытащить, вставить другую и проявлять спустя, там, хоть сутки, хоть двое, хоть, там, неделю. Эти материалы. Мокроколодионные, это те, которые, этот процесс мокроколодионный пришел на смену до геротипа. А в Англии Телбот был изобретатель процесса толботипия. Это когда не на пластинку делилось, а сразу получался на фотобумагу. Да, низкого качества, но, тем не менее, на фотобумагу. Примитивный полотип. Вот, толботипа. Вот, да. Вот, и, и, мокроколодионные отличался тем, что стеклянную пластину очень тщательно готовили, полировали, обезжиривали и поливали вот этим мокрым коллодионом, светочистительным слоем. И нужно было быстро снимать. Вот снимали. Почему фотографы 60-х, 70-х годов, они ездили, особенно те, кто снимал там военные действия, как англичанин Фентон в Крымскую войну. Наших фотографов не было. Эти съемки вел Фентон с английской стороны, английский фотограф. И карета была для перемещения, и лаборатория была. Это в нем была лаборатория. Вот, это готовится, пластины, ну, там, несколько пластин готовится, заряжается в темноте, а потом уже на свету. Но снимать нужно было, пока они были влажные. Чувствительность сохранялась. Потом вот это изобретение пошло совершенствование с тем, чтобы можно было высушивать, подсушивать. Уже увеличивался срок между приготовлением пластины и экспозицией, экспонированием. Ну, прогресс времени шел. И по бумагам, вот, и по негативным материалам, вот. И вот эти вот, эти аппараты, это уже большое движение вперед, потому что и пластины небольшие, вот, да, они тоже печатались контактом. То есть, для кого-то это примитивно, а для... Это был большой прорыв, большой прогресс был. Смологичность. Да, портативность. Они складные. Вот здесь мы видим камеру, это так называемое двойное растяжение меха. Вот не все, не все имели вот такой выдвижной, как, вот, если есть такая движная площадка, вот, то, значит, этот, это говорит о том, что можно было сделать макросъемку. А макросъемка – это съемка предмета в масштабе один к одному. То есть, если мы снимаем часы, вот, какие там раньше были часы, там, 3,5-4 сантиметра, вот, на пластинке они точно такого же размера и будут, если один к одному. Ну, даже один к двум, все равно это замечательно. Вот это двойное растяжение. Разные манипуляции с отклонением вот этой планки объективной, это давало возможность исправлять параллаксы при съемке. Потому что камера, может быть, наклонена каким-то образом за счет того, что мы меняем наклон этой объектива, мы можем исправлять какие-то параллаксы. Точно так же и движение, вот, вверх, вниз, здание, это здание. Более того, вот, на этих камерах этого нет. А специальные камеры и деревянные камеры, они еще позволяли и негативную планку, ну, где там крепление негатива, она тоже была подвижная, вот, и ее перемещать. Вот, таким образом, взаимное перемещение пластинга и объективной планки позволяло исправлять искажения при съемке зданий. Вот это особенно характеристики, когда здание не валится. Да, 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 да. Обычно, когда снизу вверх снимают высокое здание, то это обязательно, оно как бы завалено, все это дело. Вот, а ведь, если мы смотрим старые снимки, то там мы этого не видим. То есть, здесь за счет движения пластины и за счет угла поворота пластины. В лучшем случае еще это на таких камерах нет движения пластины. Это все-таки были уже специальные аппараты, где и позволяло менять угол наклона пластины, ну, фотоматериала, так скажем, вот, и объектива, вот, в разных направлениях. Ну, не будем углубляться, потому что там были карданные камеры, где там вообще любые движения позволялись. Вот, здесь все-таки, тем не менее, в каких-то пределах, в небольших пределах, мы могли исправлять параллаксы, искажения за счет движения перемещения объектива. Интересно, а вот еще вы поднесли. Вот, ну, это вот вообще старая вспышка, которая, вот эти вот, когда, опять же, в старых фильмах показывают очень эффектно, когда-то идет съемка магния. Поначалу магния не было, там, бертолетовая соль использовалась и так далее, которая давала ожоги, кстати. Это еще там... То есть, они разлетались, не догоревшие. Да, с 40-го года, 50-го и так далее. Потом уже магния пошел проще. Значит, насыпалась эта вот магниевая смесь, вот, и здесь еще кремень, как зажигалка. Как зажигалка. Вот, значит, вот этим вот колесиком, значит, она заводилась, и вот этим вот спуск... А, пружина еще. Пружина, да, вот это идет бросок, поворот. Спрос, спрос, пружина. Да, вот это щелк, да, вот, сводится пружина, вот, и потом идет... Опс. У нас. Ну, давно этим я и не пользовался, естественно, вот, но как реликвия такая, вот, такая коробочка, и, значит, вот это вот сооружение, которое дает, тем более, в хорошей сохранности, которое показывает, как вот реально, значит, этими вспышками. С вспышками, да, причем эта вспышка, ну, она такая довольно небольшая, были, наверное, и побольше вспышки, потому что, чтобы перекрыть помещение, в котором там 150-200 человек сняты, сидят все, это нужно было мощную довольно вспышку иметь. Пользовались? Нет, я же говорю, я не пользовался, никогда не пользовался, никогда не пользовался, с магниевой этой смеси. Нет, 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 всегда уже были мы, все уже обычные, обычные вспышки были, да, электронные вспышки. То есть, из чего состоялось, терпий, магний и... Вот, я знаю, основной компонент, там еще какие-то соли, ну, основной это магний был, конечно, ну, что-то еще было. Я читал, что вот... Белый свет, когда... Бертолетовые, да, эти поначалу бертолетовые соли и так далее, там тоже давали три компонента было. Вот они, ну, они так эффективные были и давали, я так понимаю, еще, ну, как, опять же, в литературе давали ожоги. Да, недогоревшие куски разлистались, конечно, как спичка, знаете, там же как раз она там... А, вот в этом смысле, ну, да, вот, ну, это так мы, сказать, по литературе знаем, что сами, сами я не рисковал этими вещами пользоваться. Ну, вот, коротко по представленным аппаратам и по процессу, а более подробно, ну, это целый курс. Спасибо, Борис Николаевич, рассказали, как пользоваться фотоаппаратом, думаю, для многих зрителей это будет новый, новый раздел коллекционирования, если вы будете встречать фотоаппараты, уже будете представление иметь, что на них должно быть и что там должно находиться в рабочем состоянии, а также какой они должны быть комплектации. Спасибо, Борис Николаевич, очень интересно побеседовали. Очень рад. Спасибо. 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 Спасибо.